Сегодня готовим ленивую лазанью. Быстро, просто и очень вкусно! Всем привет, друзья! Сегодня очередной кулинарный лайфхак. Как быстро, сытно и вкусно накормить себя и свою семью. Ленивая лазанья готовится ну очень просто. Для ее приготовления нам понадобится Мясной фарш, морковь, лук, сыр моцарелла, протертые томаты, соль, перец, тонкий лаваш. Количество ингредиентов рассчитано примерно вот на такую форму 22 на 22 сантиметра. В нее помещается по три слоя. Это четыре такие хорошие большие порции. Давайте приступим к приготовлению. Первым делом нарезаем лук мелким кубиком, а морковь натираем на крупной терке. Ставим сковородку разогреваться. Наливаем немного растительного масла. Отправляем лук и морковь в сковороду и обжариваем до мягкости. Затем добавляем фарш и жарим еще 5-7 минут до его готовности. Периодически помешиваем. Фарш вы можете использовать любой на свое усмотрение. Говяжий, свиной, домашний смешанный или даже куриный или индюшачий. У меня домашний, говядина-свинина. В конце добавляем протертые томаты, соль и перец. Перемешиваем и доводим до кипения. Вместо протертых томатов вы можете взять томатную пасту, разведенную водичкой, или же хороший томатный сок. Выключаем плиту и убираем в сковородку. Обязательно попробуйте на соль и на перец, потому что это уже 90% вкус вашего блюда. Если нужно что-то, то обязательно добавьте. Далее натрите сыр на крупной терке. Возьмите тонкий бездорожевый лаваш и сложите его друг на друга. Нам нужно 3 слоя. И теперь вырезаем из него слои размера с нашу форму. Обрезки от лаваша не выбрасывайте. Из них можно сделать прикольные чипсы. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео. Теперь берем форму. Вниз кладем лист лаваша. Сверху выкладываем 1 треть фарша с соусом. Посыпаем 1 треть сыра моцарелла. А теперь просто повторяем. Сверху кладем лаваш. На лаваш фарш распределяем. Сверху еще немного сыра моцарелла. Побольше сыра оставьте на последний слой. И последний раз. Снова лаваш. Оставшийся фарш. Также примерно равномерно распределяем. И последний, завершающий слой. Сыр моцарелла. Почему я использую сыр моцарелла? Потому что она тугоплавкая. Хорошо выдерживает высокую температуру. И очень аппетитно тянется. Не превращается в лепешку. Осталось только поставить наше блюдо в разогретое до 180 градусов духовку. На 10-15 минут до образования румяной сырной корочки. А пока порежу зелень для подачи. У меня пара веточек петрушки, укропа и зеленый лук. Наша ленивая лазанья готова. Разрезаем на порции. Выкладываем. Посыпаем свежей зеленью. И сразу подаем на стол. Приятного аппетита! Приятного аппетита, друзья! Это жесть! Как аппетитно и как красиво и как вкусно выглядит! Столько сыра! Румяная корочка! Это нужно обязательно попробовать! Так вкусно! Обалдеть, как вкусно! Обязательно приготовьте! Сохраняйте рецепт! Поделитесь им со своими друзьями в соцсетях! Всем огромное спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на мой канал, если еще не подписаны! До новых встреч! Балуйте себя и своих близких! Пока! До образования хрустя... Ой! С какой стороны? Уууу! Какой звук! Сохраняйте рецепт! Делитесь им со своими друзьями! Ахаха! В соцсетях! Делитесь им со своими друзьями!